Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вам продукцию компании Источник Здоровья и рассказать о бальзаме Инюшина и еще о некоторых других продуктах этой компании. Как давно вы принимаете продукты компании Источник Здоровья? Продукты компании Источник Здоровья я принимаю не очень давно. Приблизительно с февраля 2021 года. И хочу сказать, что я очень довольна продуктами этой компании. Но сегодня я хочу рассказать про бальзам Инюшина. Я обнаружила очень замечательное новое свойство. Бальзам создавался для кожи, для использования на коже. Но я попробовала использовать бальзам для волос. У меня обесвеченные волосы, возрастные и очень уставшие. И не хватает питания, не хватает блеска. Плохо укладываются, потому что я очень часто использую фен. Очень часто использую различные другие термоинструменты. Недавно пришлось сделать флесинг, так как не хватало объема. И волос мои вообще потеряли свою красоту, блеск. И перестали меня совершенно радовать. Я попробовала такой вариант использования. Вымыла голову и слегка подсушила полотенцем. После того, как волосы удалила лишнюю влагу, я наношу бальзам прямо вот на руки. Наношу бальзам на руки, растираю. И потом вот таким вот образом по полотну волос я разношу этот бальзам. Стараюсь на корни не наносить. На корни я наношу гидроплазму. Могу ее немножечко развести водой. Или иногда даже в чистом виде. Когда, значит, я сделала вот такую масочку с применением бальзама Кенюшина для волос, то я заметила, что волосы, когда высохли, они стали более послушные и приобрели блеск. Но, правда, очень быстро они стали жирниться, потому что бальзам достаточно насыщенный такой. Он дает не только увлажнение, но и очень активное питание. Но, тем не менее, я его стараюсь использовать достаточно часто, почти после каждого мытья волос. Иногда даже его использую на сухие волосы. Когда волосы у меня, я чувствую, что очень сильно пересушены, им не хватает питания, и я никуда не собираюсь выходить в свет, скажем так, или на работу. Я могу просто на сухие волосы на концы наносить. Точно так же разношу по ладоням бальзам и наношу на концы. Мне очень нравится, как волосы реагируют на бальзам. Они достаточно быстро оживают и получают хорошее питание. Какие еще полезные свойства бальзама Кенюшина можете нам предложить? Да, я очень много открыла для себя полезных свойств бальзама Кенюшина. Я еще могу сказать, что этот бальзам очень хорошо использовать как бальзам для губ. Он имеет очень приятную нежную консистенцию. Я его наношу на губы. Губы приобретают мягкость и очень хорошо питают. Также на веки обязательно наношу. Но это уже свойство использования бальзама для кожи, который нам изначально предлагала компания «Источник здоровья». И, естественно, я изначально использовала этот бальзам для кожи лица и для кожи рук, так как я уже достаточно возрастная драма. И у меня очень сухая кожа. И мне бальзам очень подошел в этом применении. Он имеет очень нежную, приятную консистенцию. Очень хорошо разносится. И для век, для лица, для кистей – это просто незаменимый продукт. Иногда даже позволяю себе после загара или после моря использовать этот продукт на коже других частей тела. В частности, смазываю ноги. Даже после педикюра для пяточек использую, что мне тоже очень нравится. Очень долго сохраняется увлажненное состояние. И кожа в прекрасном виде. Мне тоже приобретает блеск и молодость. Но мне очень нравится этот бальзам. И я его очень часто использую. Какой ваш любимый продукт компании «Источник здоровья»? Очень сложно выделить какой-то любимый продукт. Но так как это видео сегодня о бальзаме «Инюшина», я могу сказать, что, наверное, чаще всего и больше всего я обнаружила возможности использования бальзама «Инюшина». Но гидроплазма, безусловно, это базовый продукт. Естественно, я его тоже использую. Добавляю в шампуни, в маски для волос. Делаю коктейли. Наливаю во флакон со спреем немного воды чистой, фильтрованной. Добавляю туда гидроплазму и другие продукты «Инюшина» и брезгаю на лицо. Мне очень нравится использовать все продукты компании «Источник здоровья».